Черная дата в истории страны. Волгоградские школьники присоединились к акции, посвященной Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. В интерактивном музее «Россия. Моя история» прошло мероприятие, которое напомнило учащимся о том, насколько важно ценить жизнь. Подробнее в нашем следующем сюжете. Этот день многие вспоминают со слезами на глазах. Ровно 15 лет назад произошло страшное событие – теракт в Беслане и Северной Осетии. В память о детях и взрослых, погибших в том захвате, в Волгограде провели акцию с участием школьников. В интерактивном музее «Россия. Моя история» ученикам напомнили о том, к чему приводит ненависть и насилие, и насколько важно ценить жизнь. Было очень обидно за детей, что они настолько маленькую жизнь прожили, ничего не достигнув даже, а их уже нету в живых. «Мы иногда посещаем такие мероприятия, и про это нельзя забывать. И мы всегда помним об этом, нам всегда рассказывает наш классный руководитель. Он учитель истории». Волгоградцы хорошо знают, что прячется под страшным словом «терроризм». В памяти свежи воспоминания о взрывах в троллейбусе, о страшном теракте на железнодорожном вокзале. На мероприятии сотрудники правоохранительных органов еще раз напомнили школьникам, как нужно вести себя в чрезвычайных обстоятельствах. «Нельзя принимать пакеты, сумки и даже подарки от посторонних людей. Ни в коем случае нельзя трогать никакие предметы, оставленные на улице, в магазинах, в общественных местах, даже если это игрушки или сотовые телефоны. Надо знать, где находится ближайшая больница либо поликлиника на случай, если вы или кто-то из ваших близких или знакомых получили ранение либо увечья». Ребятам рассказали не только о Беслане, но и о других терактах, которые произошли в разных городах и странах. Представители силовых ведомств объяснили, как противостоят терроризму различные подразделения и службы. По традиции участники акции вышли на площадку у музея «Вместе с небес» на голубыми шарами и в поддержку Дня солидарности в борьбе с терроризмом изобразили слово «Мир». Сабина Саблина и Городковский телеканал «Волгоград-1».